Приветствую, друзья! Синдром разбитого сердца, крайне актуальное состояние, это развитие тяжелого поражения сердечной мышцы в качестве ответной реакции на сильный эмоциональный или физический стресс. Знаете, эта ситуация очень-очень знакома многим по книгам, по художественным фильмам и, к сожалению, по реальной жизни. Просто в художественной литературе, в фильмах она очень часто используется. Когда человек становится свидетелем чего-либо страшного или ему сообщают какую-то новость, он хватается за сердце. То есть вот этот сердечный приступ, связанный с эмоциональным или физическим стрессом, получил название синдром разбитого сердца. Но! Но! Это особая специфическая ситуация, ибо приступ приступу рознь. Чаще всего сердечный приступ, как реакция на эмоциональный или физический стресс, это спазм или закупорка коронарных артерий, это острый дефицит кислорода, который происходит на фоне ишемической болезни сердца и на фоне гипертонической болезни. После этого человека обследуют, укладывают в кардиологию. У нас просто сплошь и рядом люди по поводу проблем с сердцем или по поводу повышенного артериального давления обращаются к врачам только после того, как первый раз сильно прихватят. Но! Совсем недавно, буквально в 1990 году, то есть совсем недавно, японцы описали особый вид реакции сердца, особый вид приступа, когда вроде как симптомы один в один, как при там ишемической болезни, как при стенокардии, но потом при обследовании ничего серьезного с сердцем не обнаруживают. То есть вроде как у человека неплохое, более-менее здоровое сердце, нет атеросклероза, нет ишемической болезни. А тут эмоциональный стресс и сердце схватило. И вот такое состояние, именно такое состояние и получило название синдром разбитого сердца или кардиомиопатия такоцуба. Кстати, если вы сейчас просто наберете в поиске кардиомиопатия такоцуба, кардиомиопатия такоцуба. Опять-таки это состояние впервые диагностировано японцами в 1990 году. Так вот, когда у вас появится окно поиска, вы увидите, что в 99% всех сообщений такоцубо написано с большой буквы. И естественно вы будете искать этого ученого, который описал эту кардиомиопатию. На самом деле такоцуба – это не фамилия. Что такое такоцуба? Оказывается, у этого синдрома разбитого сердца есть удивительно специфический симптом, который можно обнаружить при ангиографии или при проведении УЗИ сердца. Вот картинка. Слева нормальное сердце. Вот красненькое – это форма левого желудочка. Вот так он выглядит при нормальном сердце. А вот сердечко слева, там левый желудочек выглядит иначе. У него расслаблены стенки. Он имеет очень специфическую форму. И это по-японски выглядит как горшок для осьминога. Такоцубо – это горшок для осьминога. Это специальная ловушка, с помощью которых японцы ловят осьминога. Вот так он выглядит, вот как на этом рисунке. Собственно говоря, кардиомиопатия такоцубо – это специфическое поражение сердца, которое, опять-таки, получило название синдром разбитого сердца, когда нет ишемической болезни, но на фоне стресса возникает тяжелейшее поражение сердца, и оно не требует стентирования, специфических лекарств. Оно требует совсем другого лечения, и, как правило, через два месяца все полностью восстанавливается. Хотя от эмоциональных стрессов человека-таки надо беречь. Что надо сказать? Что у кардиомиопатии такоцубо есть специфическая категория людей, которых он поражает чаще всего. Это пожилые женщины. Более 90% всех зарегистрированных случаев кардиомиопатии такоцубо – это женщины в возрасте от 58 до 75 лет. Считается на сегодня, что именно в этой возрастной категории 5% всех сердечных приступов – это кардиомиопатия такоцубо. В наших краях это не очень распространенный диагноз. Тем не менее, вам будет интересно узнать о том, что такое бывает, и, возможно, когда у вашей пожилой мамы прихватит сердце, вам будет интересно обсудить эту тему с лечащим врачом. Делайте правильные провода.